Первое, это когда он видит свою душу как что-то особое, часть Израиля. Второе, когда он видит часть свою душу как часть общей части, что он вернул её в общую часть. И знак того, что тело исправлено полностью, что в тот момент, когда он чувствует, что его душа находится в общей душе Израиля, и он не чувствует себя как что-то отдельное от него, потому что одно зависит от другого. И тогда он просто отдаёт свою душу со всей своей силы, как она находилась в Адам-Ришон. Да, пишет нам Баля Сулам. В отношении материального тела возникает два состояния. Первое состояние, когда он ощущает свою душу отдельной частью и не понимает, что это общность Израиля, то есть это вся душа, а чувствует себя отдельно, а других по отдельности. То есть пока что у него нет настоящего восприятия. А настоящее восприятие мы не понимаем, что это, как в теории Эйнштейна. Её не понимают, но говорят о ней. Относительно души то же самое. Мы не понимаем, насколько наше восприятие в том, что мы находимся в желании получать, называется восприятие призрачного мира. Нам кажется, что есть миллиарды людей, неживой, растительные, животные, уровни природы. Всё это мы видим из нашего разбитого желания получать. И поэтому нам кажется, множество людей, животных и много-много-много-много всего. Но на самом деле, когда мы начинаем исправляться, начинаем соединяться, это то, что он говорит, что чувствует душу отдельной частью, не понимает, что это общность. Но когда он исправляет себя, он приходит к состоянию, как написано, как один человек с одним сердцем. Нет множества, нет частей. Это делилось согласно нашему разуму, который был неисправлен. Но когда разум начинает соединяться в одно желание, в одну цель, в один источник, который приносит ему Единый Свет, насколько мы приближаемся к Свету Ехида, Ехида — это Единый Свет, то мы начинаем всё больше и больше постигать, что нет здесь множества человек, а всё это лишь кажется нам в нашем разуме, в нашем мировосприятии, что это множество частей неживой, растительной, животной уровней, человеческие. В каждом есть множество всяких элементов и параметров. Нет такого. Всё соединяется в одно. И первое состояние, когда он ощущает свою Душу отдельной частью и не понимает, что это общность. То есть ему кажется, что это лишь часть общей Души. Второе состояние, когда свет Души действительно не светит ему общей силой своего свечения, светя лишь только частью своей, что означает, согласно мере, в котором он очистил себя в отношении возвращения к общему. То есть насколько он приближается к общему, насколько он соединяется с другими, в этой степени он чувствует всё больше и больше, что они относятся к единой системе. А признаком того, того, что тело совершенно исправилось, является состояние, когда он ощущает, что Душа его пребывает в каждом. Нет разницы, что он находится во всех, а все в нём. становится как одно целое и в каждом из них. И поэтому он, если ощущает себя отдельной частью, ведь одно зависит от другого, и тогда он совершенен, без изъяна. То есть он не чувствует разницу между собой и другими и ощущает всех как единое целое, и на него действительно во всей своей силе изливается и светит Душа, как это проявлялось в Адаме Решоне до разбиения. Субтитры подогнал «Симон»